Нам важно сейчас найти взаимопонимание, не утерять возможности слышать друг друга и вместе, сообща, начать работать на благо Азбеста. В зале всего 12 депутатов, 11 коммунистов и один справедливорос. Кворума нет. Подождать опаздывающих решают еще полчаса. Но все впустую. Кто-то уехал в командировку, кто-то заболел, а кто-то и вовсе пропал. Александрин не отвечает. Железнов командировка. Жернаков борничный лист. Кворум 14 человек так и не набирают. Не явились двое справедливоросов, единороссы, самовыдвиженцы и либерал-демократы. Как считает депутат ЗАГСобрания Александр Ладыгин, отсутствующие устроили негласный бойкот. Не явившиеся девять депутатов, очевидно, отражают позицию не своих избирателей, они отражают позицию своих хозяев, от крупнейших монополистов города и области. И прежде всего в данном случае действуют в интересах национальной современной кампании. На первом заседании думцы должны были выбрать председателя. Наталья Крылова, которой пророчили это место, говорит, что вопреки всему готова к сотрудничеству. Мы пришли с оптимизмом, мы пришли с желанием работать. Работать мы хотим, мы настроены на конструктивный диалог. Но, к сожалению, остальные депутаты умышленно сорвали кворум, они не хотят, они не пришли, поэтому пока мы работать не можем. Кроме того, депутаты должны были сформировать профильные комиссии для обсуждения важных вопросов. Один из первых на повестке – это бюджет. Бюджет не принят будет, значит, это самое, зарплату люди не получат. В общем, вот, чем это, да, вот это, этим как раз все закончится. Если так пойдет и дальше, то Думу могут просто распустить. Такой сценарий вполне возможен. А пока заседание перенесено на 27 сентября. Возможно, к этому сроку народным избранникам удастся уладить разногласия. Карина Кирогасьян, Екатерина Кузнецова, Интеро-ТВ. Продолжение следует...